Привет, Оли Саранхули! Сегодня мы гуляем по Тан-де-Муну и я вам покажу, что такое шопинг по-корейски, вернее даже по-сеульски. Так что пойдем смотреть. Вот, посмотрите, что тут происходит. А с другой стороны, вон там проходит Соул Фэшн Вик, а вот здесь вот сразу универмаги, большие здания. То есть вот вам Тан-де-Мун. Идешь такой, идешь, и на здании мон стоит просто, в центре Сеула, на Тан-де-Муне. Тарам-парам-пам. Странно, что не бонтаны. Ну ладно. А у них с Дотаком, видимо, контракт. А, с Дотаком контракт. Ну, в любом случае, монстры молодцы, пацаны. Сейчас мы зайдем вот в этот центр торговый. Здесь первые четыре этажа работают до днем. Остальные этажи будут работать вечером после одиннадцати, по-моему, если я не ошибаюсь. Открывается оптовый ночной рынок. Вот. Так что мы сейчас посмотрим только первые несколько этажей. Остальные будут закрыты. Вот. А вообще здесь шестнадцать этажей. На последнем этаже здесь находится зал, где проводят свадьбы и всякие мероприятия. Вот такая красота здесь. Что, прикольная? Ну, она очень прикольная. Прикольная. Зина пошла по мужицкой одежде. Почему? Получие. Кстати, Supreme, да? Суприм. Это, скорее всего, паленый, да? Конечно же. Mother in China. Mother in China. Цена интересная, наверное. Нету? Он спрашивает. Понятно. А тебя будут оценивать так, что там на тебя брендовое. Есть брендовое? Значит, мы тебе загонимся. Ну, ой-ой-ой. Кстати, у меня ничего брендового нет. Мы вообще ищем куртку для Зины. Но Зина ушла в байки. Ну, как в один пляж. Ну, ясно. То есть, не думаешь, что она будет в такой куртке? Давай. Такую куртку, как ты, потеряла? Я не нашла. Можно купить в отделе для скалолазов, которые... Скалолазов, с кого я? Ну, те, кто в горы ходит. Там ветровок очень много. Такой, флек. Угу. Какая брендовая рейнг. Угу. Вообще, какой-нибудь флот, класс. Очень какой-нибудь. Когда-нибудь себе такое, я буду себе. Вон, смотри, впереди. Яркая. Можно такую же спросить, только другого цвета. Вот она, такая же. Потрогай. Нет, так цвет-то может быть другой. Пошли, короче, Зиня за курткой и купили мне кепку. Ой, ну, по лампу. Короче, теперь я свек. Ну, конечно. Зина меня уже фотографирует со всех сторон. И пупсик же. Пупсик. Пупсик. Еще бы на пару килограммов скинуть, и вообще буду огонь баба. Ты и так огонь баба, а будешь зазигалка. Зазигалка, да. Так, куда идем дальше? Зина свою куртку не хочешь показать? А, да, она обычная. Ну, ее сложили вот так вот. Она желтенькая, это все, что вам нужно знать. В общем, она хотела ветровку, которую просрала в начале нашего путешествия. Моя ветровка была европейская, то есть она была длинная, закрывала мне задницу. У меня все еще напоминает ростка 81. Так, все, пошли возвращать, я не знаю. Я не к тому, что все равно она корейский рост, то есть она, ну, она мне немножко кроковатая. Но она клевая. Так, там дальше русский район, куда мы идем. Мы не пойдем в русский район, пойдем искать обратно те птицы, которые мы хотим поглазеть, посмотреть. Тогда туда. Я думаю, что это все-таки лот и бакваджон был. Давай, сидим? Угу. Здесь ливо вьетнамский ресторанчик, так как сейчас, сколько, 3-4 часа дня. Очень безлюдно. Заказали по супчику. Здесь сразу вместо воды подается такой чаечек. И что понравилось, что здесь еще бесплатно сок, либо кола на выбор. Чаечек вкусный. Странный. Просто как горькая вода, мне кажется, на вкус. Ага. В общем, ждем наш сок. Будем вас дразнить. Принесли такие, как я говорю, кембабы такие, с травкой тут. Это рисовое тесто, такое очень тонкое, раскатанное. Вот, там, видите, креветочка внутри и всякие, не знаю, зелень, нушка какая-то, еще что-то. И, а, лапша тоже есть. В общем, это будет вкусно. И к этому вот такой соус. Наверное, киченес, то есть кетчуп с майонезом. Но я не знаю, честно. Ну и редька. И лук маринованный. Хочу показать вам суп наш. Вот так он выглядит. Это вьетнамская лапша. То, что шевелится, это не живое. Не паникуйте, это просто на пару. Оно так двигается от горячего пара. Это мелкая стружка рыбы. Вот так вот. То есть это не живое, не живые осьминоги. Не пугайтесь. Вот. И вьетнамская кухня здесь не очень острая. Ну, если будет острая, вас предупредят в любом случае. Вот. Называется такое блюдо кхальгуксу. Куксу это лапша, она с корейского. Мы заказали с морепродуктами. Выглядит очень круто и интересно. В общем, сейчас будем есть. Да, это лук маринованный. Ну, сейчас зайдем в один из аутлетов. Или это Байкладиум Универмаг. Вот Универмаг. Здесь немножечко пафосно будет. Зина, по-моему, здесь гуляла. Вот тебе бой. Ну вот, все. Ты зашла в то место, в которое ты хотела. Еще очень-очень много прикольных в северах. Симпатичного. Если бы я была туда, и у меня были бы много денег. И у меня были бы много денег. Когда вышло больше-большое. Я бы не сказала, что у них большие цены. Какие? Я имею в виду, что хочется очень много всего. Очень много интересных вещей, интересной одежды, которые, думаю, мало бы так можно увидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Очень прикольно оформлен, оформлен, оформлен магазин. Это туристический район, поэтому здесь везде такс-фри. Это такс-фри. Смотри, зеленые есть камни, ты хотела. Все, я вижу тебя, я вижу! Здесь, я так понимаю, в основном мужская одежда, такие мальчики здесь работают интересные. Что? Тут мужские фагбогом, мой любимый. Привет, пацан, можно тебя с собой забрать? Меня потом выселят из дома, вместе с фагбогом. Ночью шли по универмагу и на пятом этаже здесь просто боулинг, какие-то игровые автоматы. Можно в бейсбол даже поиграть. Нам надо с тобой в бейсбол пойти поиграть, но не сегодня. Университет? Нет, вот так вот, как он в этой клетке. Не знаю, куда идти еще. Вон, видите, побежал быстрее, стресс снимать. Вон, пустая. Просто платишь денежку и пошел тебе шар будет лететь, а ты будешь отбиваться. Зина пошла, ей неинтересно. Она боится, что я ее просто затащу туда. Что-то там нашла. Лед? Мороженое. Так кислотно выглядит. Хочешь мороженое? Я думаю, да. Хорошо. Фестиваль в парке. Сегодня будет выступать Нео. Зина уже где-то забила места. Я так быстро бежать не могла. Где-то она тут. Фестиваль вообще бесклассный. Так вот наш шоппинг превратился в концерт. Та-дам. Блин, ну вот стал посередине пенчел. Вожелая шоппинг наpat- presentingommод, СтRec Gröning's чуж�� дали для тебя. Улинарь по родному Порспинг тури, Хочем задать, Да, мой, что это значит? Как Soli в пофиналках? Поonomий трях. Субтитры делал DimaTorzok Все, оторвалось Обычно после всех концертов происходит именно вот такая херня То, что творится сзади Вы видите, сколько людей за мной идет? Такая херня, то, что вы видите сзади Да, вот там вот Короче, нет Впереди, кстати, то же самое И мы идем еле-еле-еле И сейчас вся эта куча людей пойдет в метро Вы должны понимать, что после каждого концерта А если концерт еще заканчивается поздно Нужно очень сильно спешить на метро Потому что не вся эта херня влезет в вагоны То есть даже если вы дойдете до метро Вы не сядете в первый поезд А если он будет последний То по шпалам, по шпалам В последний смысле, чтобы с него ходить Да, то есть если, например, концерт до 11 И вам ехать, например, минут 40 от места Потому что концерты, как обычно, это на окраине какого-нибудь Сеула Какого-нибудь? Ну, блин Короче На какой-нибудь окраине Сеула она хотела сказать Дежаво! Короче, в любом случае Будьте бдительны Либо выходите перед последней песней Я понимаю, что это концерт Вы за него платили деньги Но если вы хотите доехать домой То уходите чуть-чуть раньше Пока не закончился концерт Потому что если... Есть автобусы, но это такси Но такси это дорого Автобусы... Смотря с каких... Смотря откуда вы будете просто добираться Автобусы тоже не все ходят Короче, берите гостиницу около концерта вашего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok